Книга «Открытым оком», том 4, тема работа, вопрос 1269. «Легко ли войти в Царство Небесное, или его надо заслужить?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Для сектантов очень легко, им достаточно только уверовать, и они за основу берут этот стих. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Они упирают на слово «имел». То есть они уже спасены навсегда, и отпасть они не могут. Это абсолютное заблуждение сектантов и всех еретиков. Даже апостол Павел не считал, что он уже спасен навсегда. Филиппийцам 3,12. «Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». Филиппийцам 2,12. «Итак, возлюбленные мои, когда вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». 1 Тимофею 1,19. «Имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере». Для православных достижение Царствия Божьего очень трудно. Нужно отречься от самого себя, полностью отвергнуться от своих прихотей, от слова «хочу», творить много добрых дел, постоянно молиться, быть в церкви, почитать священников. «Требуется много трудов, как хорошему спортсмену». 1 Коринфянам 9,24. «Не знаете ли вы, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить». Матфея 11,12. «Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесная Силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его». 1 Коринфянам 9,27. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Но с Богом все это ты будешь делать с радостью». Филиппийцам 4,4. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Там же 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». 2 Петра 1,11. «Ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Евреям 10,38. «Праведной верою жив будет, а если кто поколеблется и не благоволит к тому душа моя». 2 Коринфянам 4,16. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Галатам 6,9. «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Евреям 12,12. «И так укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени». «Ибо так укрепите